Без жестокости к детям акцию под таким названием провели в многопрофильном лицее. Педагоги и учащиеся вместе размышляли над тем, что такое доброта, отзывчивость и взаимопомощь. Все подробности у Татьяны Максимовой. Без жестокости к детям! Это главный лозунг акции, цель которой объяснить лицеистам, что жестокость в отношении со сверстниками – это не выход из ситуации. Организаторы уверены, что такие мероприятия помогут ребятам стать более толерантными и отзывчивыми друг к другу. Данная акция «Лицея без жестокости к детям» является у нас ежегодной. У нас всегда принимают участие как лицеисты, так и педагоги, ну и вообще все специалисты, все работники, которые у нас работают в лицее. Ну, конечно же, данная акция направлена прежде всего на профилактику насилия. Насилие к детям, насилие вообще в мире. В ходе акции лицеистам раздали маршрутные листы с указанием станций, на которых педагоги и организаторы давали учащимся соответствующие свои темы задания. За правильное выполнение каждый класс получал премиальные баллы. Например, на одном из этапов лицеисты должны были проявить свою сплоченность и переместиться всем классом из большого квадрата в меньший по площади. Но при этом все должны в нем вместиться. Никто не должен остаться за бортом. Также каждому классу было предложено создать идеальную, по их мнению, семью или найти выход из моделированной сложной жизненной ситуации. К ним подошли незнакомые мужчины и предложили научить их плавать. Когда они оказались в воде, незнакомцы позволили себе грубое поведение. А как? Жертва. Девы лестящие. Оля. Агрессор. Так, адресор. Мужчина. И вид насилия. Насилия. Вместе с лицеистами все этапы проходила и команда педагогов. Держимся! О-о-о-о! Держись! Девочки! Акция, по мнению лицеистов, пошла им на пользу. Многих заставила задуматься над тем, почему нельзя быть жестокими по отношению к другим людям. Потому что это нарушает их права и, в принципе, с точки зрения каких-то моральных ценностей это недопустимо. С детства у нас формируется образ мышления, как мы видим мир. И если этот мир преподать в плохом свете, то в будущем человек не сможет стать хорошей и достойной личностью. Татьяна Максимова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.